Теперь подробнее. В Химках продолжается активная борьба с несанкционированным выбросом мусора. Особо актуальна эта проблема в летнее время, в сезон отпусков. Многие отдыхающие предпочитают оставлять мусор в неположенных для этого местах. В ходе очередной проверки сотрудники Госадмотехнадзора выявляли подобные очаги в микрорайонах Сходня и Ферсановка. Сергей Грова продолжит. Улица Маяковская уже давно облюбована недобросовестными водителями. Раньше, проезжая мимо, мешки с мусором выкидывались прямо на обочину. По инициативе неизвестных было поставлено ограждение. Однако, по какой причине и на ком основании выяснить не удалось. На данный момент установлены ограждения. На каком основании они установлены. Но они не подпадают под критерии контейнерной площадки. Отсутствуют контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. И после выяснения всех обстоятельств мы будем принимать решение по ликвидации данной контейнерной площадки либо по установке контейнерной площадки, соответствующей всем нормативам. Подобная площадка была установлена и здесь, рядом с железнодорожной платформой Ферсановка. На улице Железнодорожная. Однако, ввиду постоянно ведущихся строительных работ, ее ликвидировали. Местным жителям предложили альтернативный вариант. Только проблему окончательно это не решило. Видим территорию бывшей контейнерной площадки, которая в прошлом году была ликвидирована. Но люди все равно бросают, все равно кидают мусор. Это недопустимо. Необходимо заключать индивидуальные договора на вывоз мусора с постоянно проживающими здесь лицами. Подобные правонарушения продолжают оставаться одной из главных проблем городского округа. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, ситуация немного, но изменилась в лучшую сторону. Мы проехали по ряду объектов. Есть замечания, есть нарушения. По некоторым из них мы будем задавать вопросы администрации городского округа, обслуживающих организаций. Но фактов нарушения сегодня не зафиксировано было, сброса именно граждан. Ситуация изменяется по сравнению с прошлым годом в лучшую сторону. Комплексная проверка территории проходит ежемесячно. Сергей Гро, Алексей Козеров, Служба новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...